МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации и телерадио компании Гомель. У студии працуя Наталья Ихнатенко. Глядите ухэтым выпуском. В ближайшие некольки месяцев у Гомеля начнется капитальный ремонт проспекта космонавтов. У Гомеля распочались мероприемства, присвященные надыходящему международному жаночему дню. Студенты Белдута допомагают на будавництве детячей областной клинической больницы. И больше подробязна об этом и не только. Комитет державного контроля Гомельской области зарабил анализ проводимой в регионе работы по удосконаливанию базы племянной живой лагодоли. Среди основных огученных проблем, порушений технологичных режимов и отсутность квалификованных кадров. Кольки молока не дотримала Гомельская область и чому у крамок не хапая якосной яловичины. Высветлял Олег Сенсерову. В Центре уваги контролёров выники реализации республиканской программы по племянной справе уже вёлагадоли и державная программа развития аграрного бизнеса. Термин деяния первого документа уже завершился. Реализация другого будет притягиваться до 2020-го. По отсутности у сега сподприемства вёсе шесть четыре годы, как навести парадок в Голине. Нельзя сказать, что становочных прикладов не иснуе. Але в целом по области покажчики поколь не такие высокие, як чекалася. Згодность державной программы на 2011-2015 годы от кожной коровы плановалась отримать усердением шесть тысяч триста килограммов молока. На справе летость, гэта покажчик не досягнув и пяти тонн. Яшегур ситуация за утворчостью высокоякостной яловичины. Две тысячи тонн замест восьми тысяч запланованных. А в экспорте племянной живёлы сегодня размова увагу линейдзе. При сучасных закупочных ценах, навод без вудику надбавок от кожной коровы, господарки не дотримали молока на 800 рублёв. В целом по области гэта беньме унушальная сумма. У акционерам товарицы Прутковска над удосконаливанием базы племяной живёла гадовли працуюсь не первый год. Молоко тут основный артикл доходов, яке дозволяя очувать себе на рынку достатково упыльнена. Почас опошненько мониторингу, знажных порушений у специалисты державного контроля о гэтом предприемстве не выявили невеликой заваги тычэлесь оформлёння документов, але их охотка ликвидовали. За 2015 год хозяйство надоело 5 тысяч 2 литры молока, за 16-й – 6.048, и на 17-й год у нас планка такая 6-100. Немножко увеличили, но я думаю, что мы с этими показателями справимся. По коммунальным сельско-господаршим монетарным предприемствам 50-го СССР в також Калинковских районах ситуация супрось леглая. Но вот на новой ферме молоко хоть и сдают гатункам экстра, але надои от коров тут суправнальны с надоями от коз. После опошненько визиту контролёров, керунета господарки от займаемой посады вызволили, выконывающий обовязки директора Виктор Века, керуя господаркой только месяц, але у причинных проблем поспел разобраться. Кажа, коли ненависти парадок с кадрами, господарка, якая некая была лидером у глине, по вугу ли трапить у категорию стабильно стратных. Самая проблема сейчас за техникой найти, чтобы она вот эти все вопросы смотрела. Кормление смотрела, воспроизводство стада, сортировку стада. То есть вот эти все вопросы надо просматривать и прорабатывать. Если этого не будет, то будущего здесь никакого не будет. Кадровое питание в справе развития племенной живилогодовли сегодня сирот самых актуальных. Молодые специалисты из других регионов после отпрацовки, как правило, о сподарках не застаются. У комитета держконтроля выполнены, необходимо делать ставку на властные кадры. Тем более, что на Гомельщине есть мягчимости для их подрактовки. Дефицит за техников-селекционеров составлял около 75%. Техников-ассеминаторов около 20%. При этом хочется отметить, что у нас в Речице есть сельскохозяйственный колледж, который готовит таких специалистов. Ну, имеется в виду техников-ассеминаторов. И, в принципе, было бы желание направить туда лучших доярок, лучших работников фермы. За 3-4 месяца выходил бы специалист. Специалист, который бы не только занимался селекционной работой, но зарплата была бы его уже выше, как специалиста. Ну, здесь надо желание, считаю, руководителя хозяйства. Олег Сентюров, Валерий Капанько, телерадокомпания «Гомель», Калинкевский район. У ближайшие два месяца у Гомеля почнется капитальный ремонт с частковой реконструкцией проспекта космонавтов. Об особенностях этого проекта журналистам рассказали подчас брифингу с уделом представленников «Гомельдар проекта», Управление капитального будовництва и Держа автоинспекции. Это проект плановый. Основных причин ремонта две – взношенность дорожного покрытия и недостатковая пропускная сдольность. Специалисты Белорусского дорожного навыково-доследшего института заключили. После реконструкции трассы М-5 интенсивность руху на проспекте космонавтов взросла амаль на 15%. Повышенную нагрузку, иснующее дорожное покрытие, не вытримливая. Сегодня проспект космонавтов в стадии начинающего разрушения многочисленной поперечной трещины и калийности. И есть заключение Дорнии, которое гласит, что необходимо поднять капитальный ремонт. Кроме этого, не только будет капитальный ремонт самого проспекта космонавтов, но и все будут прилегающие территории, двори, заезды до двори приводиться в надежное состояние. Подлежать будет ремонту. Пропускная махчимость проспекта космонавтов так само не отповидая сучасным умовам. Что в свою чергу приводит до затримок руху и повышая аварийность. Адрамонтовать планует сам аль 3,5 километра дорожного покрытия у Тымлику и путепровод Сальмашевский. Поширать проездную участку будут на всей протяглости от улицы Озерной до Яфремова, а так само для перекрыжования, где будут створаться особные полосы для ожитивления поворотов направо и налево. За счет лево- и право-поворотных съездов будет на определенных участках будет выполнена дополнительная полоса лево- и право-поворотная. Немного будет таких участков, но они присутствуют. Где-то может быть метр, где-то может быть два с половиной, но они будут присутствовать для того, чтобы возможно на каждом перекрестке иметь три, а то и четыре полосы движения для лево-право-поворотных съездов транспорта и для движения в прямом направлении. Зручней повинны стать и пешеходам рамон тротуаров, заявление островков безопасности на проездной частке и обсталевание кишенев на припынках громадского транспорта. Припынок в улице Яфремова перенесут до магазина Веста. На супразлеглом боку проездной частке з'явится додатковый припынок. Пешеходные переходы останутся на звыклых местах. Пешеходные переходы останутся все на своих местах, которые есть на сегодняшний день. Единственное, на отдельных пешеходных переходах появятся островки безопасности, как я уже говорил. Ну и с учетом где-то частичного увеличения ширины проезжей части будет немножко увеличено время сильного сигнала для перехода пешеходами проезжей части. Почать рамонтные работы на проспекте космонавтов плануют у середине красавика. На завершить у Липене. Максим Савин, Сергей Лукашук, телерадио «Компания Гомель». На этом тыдне мы будем святковать Международный Жаночный день. Самый час для веншаванья и подарунков. Сегодня у Гомель отбудется городский урочистый концерт, присвященный Дню Жанчин. А на приконце минулого тыдня одним из первых веншаванья примали представницы профсоюзных активов у Гомельской области. На урочистый сход были запрошены 75 жанчин. Это представницы профсоюзных обкам из всей области. А так само работницы разных предприемств и организаций. Кожна из них мае свои особистые досягненни и унесла певную укладу развития региона. Але галонная их перемога у васаблення пяшчоты, добрыни и прыгажости, заховання семейных очагу и выховання дятей. По часу святочного мероприемства Жанчинам были присвящены теплые слова, концертные номеры, подарунки и халонные атрибуты свята к ветке. Есть такое выражение, что мужчина мыслит и мышление его глобально, а женское оно детально. И вот этот тандем дает определенные такие хорошие результаты во всех сферах. Я от всей души хочу поздравить вас, пожелать вам мира, здоровья самое главное вам, вашим близким, пожелать вам женского счастья. Никто еще не сказал точно, что это такое, но пускай оно будет в вашей жизни и так именно, как вы его себе представляете, в полной мере. С праздником вас, всего самого-самого наилучшего. Убаку от Жанчинского свята не застанутся и хандлевые объекты Гомельщины. Яны да помогут набыть подарунки по приемных ценах. Об скидках и коште кветок расскажет Ганна Ковалева. Коли напереду дни 23 лютого самый популярный товар, это пена для братья, то до 8-го соковика попут у разы возрастает на кветке. Только в Гомеле своих покупников в этой дне чекают больше 400 стационарных и выездных хандлевых кропок по продаже кветок. Традиционных символов 8-го соковика тюльпанов до святом нарихтовали примерно 18 тысяч. Их кошт вагается от 1 до 3 рубля. Цены на оружие варвируются в зависимости от сорта и вытворца. Айчинные тайнее от 1 рубля 50 копеек. Импортные от 2,5 рубля. Средняя цена на кветке у вазони, такие как яцинты и крокусы, 2 рубли 88 копеек. Цветы, срезанные цветы появляются в преддверии 8 марта даже в хозяйственных магазинах, даже в строительных магазинах. То есть перечень мест расширяется до безграничья. Сегодня торговля предлагает различного рода акционные мероприятия. Не только частный бизнес, но и государственные организации или организации с государственной формой собственности тоже активно участвуют в проведении подобных мероприятий. С на годы международных и жанучных дней некоторые промысловые крамы вырошили разгорнуть акционные мероприемства на весь месяц. Однако самый горячий перед будет продолжиться с 3-го по 8-й соковика. В предпраздничные праздничные дни мы предлагаем покупателям скидки от 15 до 30%. А также мы предоставляем скидки многодетным семьям и семьям воспитывающих детей-инвалидов. Серудакционных товаров парфюмерно-косметичные, текстильные, ювелирные выробы, бытовая техника, керамичный и фарфоровый посуд. До снижения кошта так само доучились цирулини и харчовые крамы. У воголей снижки, у некоторых объектах гандли и послух будут досягать 70%. Сегодня, зайдя в магазин, любой потребитель может найти товар, который находится на акционной цене. То есть эта цена значительно ниже, чем в обычные дни. Ганна Ковалева, Сергей Лукашук, Яугин Макинка, Телерадо, компания «Гомель». У «Гомель» протягивается будовництво детячей областной клинической больницы. Активную допомогу будовникам оказывая и молодь. На минулым тыдне на объект вышел студентский отрат БРСМ Белорусского державного университета транспорта. За его праце назирал Дмитрий Котау. Виктор Налетко с будовнищими работами добро знакомый. Огромя теоретичных ведов, отриманных во университете, заплячима шматгодовая практика. Студент Белдута не однойче допомагал своему батьку на даче. Однако праца на таким веолизном объекте – первый подобный опыт. На объекте працуют 13 активистов БРСМ. И они занимаются подсобными видами работ, а миновида допомагают доставлять будовничую цеглину для межпокайовых перегородок. Працей студентов будут некий задоволены и упевнены, что в будущем они станут высокопрофессийными специалистами. Ребята молодые, энергичные. С первого же дня они проявили инициативу. Выработка у каменщиков, которым они помогают, увеличилась практически на 30%. Даже рабочие очень довольны, что ребята, именно студенты пришли им в помощь, так как уговаривать никого работать не надо. Они работают на добровольных основах и понимают всю ответственность, которую они сюда пришли, на этот объект. Отрады БРСМ будут працевать на объекте на протягу усягого будовництва больницы. Прационные будни этих студентов завершились, однако летом я не знову вернуться сюда. На ГТРАСВА в смосленном составе. Если осенью начинали ребята пятого курса, то эти перенимают опыт, сколько людей у нас будет в летний период задействовано на данной стройке, зависит от них. Ведь если наниматель будет доволен их работой, соответственно, нам будут выделяться рабочие места. А это дорогого стоит. Дмитрий Котов, Яуген Макеенко, телерадиокампания «Гомель». У Гомельским палацвопарковым ансамбле отбылась презентация выставы новой поступлений у фонды музея. Экспозиция уключила адрестаурованные предметы, кие литерально отрымали другое життё, дякаучи супрацойникам установы. Некальки годов тому у Гомельским палацвопарковым ансамбле была открыта рестаурацинная майстерня. За короткий термин рестаураторами была проделана значная работа. Многие артефакты поступали у дрянным стане и не могли экспоноваться. Однако каждый из этих предметов уявлял гисторичную каштовность. И дякаучи намаганиям рестаураторов, они отрымали макшимость вернуться до полновартосного музейного життя и отрымать статус экспонатов. Зараз их сможет увидеть каждый жадающий. На выставе представлены годинники, мебля, предметы, живописы. Мы хотим сказать, насколько важна реставрация и консервация, своевременно проведенная для музейного предмета. Порой это единственный шанс оставить его, сохранить его как объект историко-культурного наследия. Поэтому это направление очень важное. Мы это очень ценим и очень трепетно относимся к реставрации и консервации. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте интернете по адресу www.tvrgomil.by И на этом выпуск завершен. У студии працевала Наталья Игнатенко. Мы с учим с развитием по Диогомире в области. Заставайтесь с нами. Продолжение следует...